меня зовут александр я сотрудник компании к лдстрой мы строим дома для физических лиц это малоэтажное строительство до трех этажей мы находимся на объекте он находится вот слева от меня на нем мы производим работы по фасаду реконструкции кровли и переделки входных зон изначально дом выглядел совсем не так как он выглядит сейчас он практически полностью зарос растительностью заказчик решил в каком-то из моментов переделать немножко озеленение вскрыл и увидел насколько в плохом состоянии находится фасад до этого был сайдинг пластиковый после демонтажа было замечено несколько нарушений в плане утепления и как следствие было принято решение переутеплить дом сделать новый фасад когда мы вскрыли дом вскрыли старый фасад выяснилось что дом сделан очень специфической технологии соответственно выбор был Либо сделать вентилируемый фасад Либо делать полноценный фасад на утепление такой фазат можно сделать только хаубергом потому что хауберг имеет возможность монтажа на экспектが мы сняли старый свадьбинг мы заметили что большая часть вентилируемый система на которой висит сайтингг а вентилируемая по system была сделана из бруска держится очень плохо то есть брусок можно было рукой шатать спокойно. Сайдинг он держал, потому что сайдинг сам по себе легкий материал, но даже учитывая этот факт, что он легкий, он все равно попал под деформацию из-за не очень хорошо смонтированных направляющих. Заказчик хотел визуальную часть под кирпич, а это тоже один из как раз причин, почему был выбран Хауберг, то есть в итоге, ну скажем так, тут сошли звезды. В целом Хауберг может смонтировать даже сам собственник дома, если захочет, конечно, но это потребует у него это гораздо больше времени, чем у компании, но в целом это не сложно. Вариантов всего два, то есть монтаж либо на XPS, плотный, с коэффициентом более 90 килограмм на метр кубический, либо на OSB. Монтаж немножко разный, на XPS он монтируется специальным крепежом, на OSB он монтируется обычными решенными гвоздями, как мягкая кровля. Все дома, подпадающие под переделку, чаще всего кривые. Если это каркасник, то 99,9 процентов, что он кривой, поэтому мы чаще стараемся выбирать монтаж Хауберга на OSB. Нам так проще. С XPS монтаж бывает необходим, вот как раз, как в данном случае. Или, например, на отделку цоколей. Вот там на OSB смонтировать его не получится, потому что OSB будет намокать и этот цоколь по итогу превратится в, скажем так, плохой цоколь. В целом цветок хватает. Их бы еще добавить штучки 3-4 стандартных, классических и больше, наверное, не нужно. На этом объекте использовали песчаник и терракот для того, чтобы сделать дом более массивным, темным. Нижний цвет терракота, он больше подходит под кровлю, под софиты и под отливы, которые выпал заказчик соответственно. Что касается комплектующих под Хауберг, их достаточно, и это абсолютно полная система готовая. Второй момент – это переход шва вот этого. Если он будет не соответствовать на углу стены другому шлу, будет смотреться, ну, скажем так, не очень красиво. Все остальное тут в основном, как и других вентилируемых фасадов, там ничего нового нет. Собственникам домов, которые хотят сделать фасад, в первую очередь нужно обратить внимание на то, из чего построен дом. Второе – это цена этого фасада. Третье, для меня лично важное – это надежность этого фасада. То есть я считаю, что если что-то делать, тратив на это приличные деньги, лучше делать это так, чтобы потом не пришлось переделывать. Есть ряд материалов для фасадов, которые изначально недолговечные. Чаще всего это дерево или пластик. Дом, как любая вещь, требует ухода за ним. Если за домом не ухаживать, он начинает умирать медленно. Я сторонник выбирать материалы, за которыми не требуется внимательного и системного ухода. Грязь на нем практически не задерживается. Поэтому, да, Хауберг соответствует тому, что это дом, который вы сделали и в какой-то степени забыли про фасад. Хауберг – абсолютно неприхотливый материал, и мыть его можно даже керхером. Главное – мыть его сверху вниз, а не снизу вверх. Конечно, я рекомендую Хауберг для работы. Более того, коэффициент стоимости относительно вентиляционного фасада у него сейчас на данный момент самый низкий в рынке. Поэтому я рекомендую Хауберг от Технон Николь.